Приготовила себе такой ужин, как в Париже. Сейчас мы в балконе. Пойду кушать. Все организовать красивенько. Все красивенько организовать. Все красиво поставить, запоставить, очень красиво, чтобы все было просто суперкрасиво зарядочку принести. Сейчас. Продолжение следует. Такая по-королевски. Татьяна Сталмановна любит. Супер по-королевски. Супер-супер по-королевски Татьяна Сталмановна любит. Сейчас я зарядочку. В ритме танцев. В ритме шикарных танцев. Шикарных танцев. Ах, это танцы. Ах, это чакры. Ах, это танцы. Хочется танцевать. Ах, это зарядочка. Хочется танцевать. Ходите платье одену. Буду выглядеть в этом платье. И потом переодену. Вам покажу, что это я. Это платье. У меня новые дизайны. Что у меня такое платье было, вот такое. Я его омолодила. Вот такое платье было. Я его омолодила. Обратите внимание. Оно стало моложе. На много лет. Обратите внимание. а сейчас я вам покажу, так накину, смотрите, на этих видео, в этом платье, обратите внимание, так вот, видите, да, вам видно? Вот платье такая, вот сегодня такая, 32 градуса, сегодня, не знаю, такая пляжная, в общем такая, загорать, загорать, купаться, да, тело сломала, она собирается отдыхать, ехать в Арабские, Объединенные Арабские Эмираты, в этот, в 7-звездочный отель, в 7-звезд отель. Да, таким полмана, поедет с миллиардером, с этим миллиардером, в 7-звезд отель, ну, как он там называет, такое, вот этот, вот этот, 7-звезд, там еще, знаете, вот эти вот номера с личным этим дворецким, такой там еще лично эти дворецкие, я смотрела в фильме «Секс в большом городе-2», вот, этим личным дворецким, ах, по фантастической цене, ах, эти фантастические цены, ах, фантастические цены там в этом отеле, какое обслуживание, ну, да, что вы хотите, что вам приготовить, какие у вас эти будут пожелания, какие у вас будут пожелания, просто красота, ну, что, идем, это, ставлю я это на балконе, эту штучку я ставлю на балконе, сама я, как бы, так, здесь, если я вам все покажу, ну, получается, уже, уже, как бы, так, в принципе, тоже в курсе, как-то красивенько видно, А, мне себя еще нужно заснять, здесь крупным планом, мне себя нужно заснять крупным планом, себя крупным планом, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин, 20 июня 2021 год. Ох, и такая звезда. Ну что? Сейчас начинаю поставить на эту зарядочку, на эту штучку на зарядочку. Ох, погода какая! Сколько тут градусов, сколько тут градусов. Может, надо было, конечно, на картину принести, картину, ну, ладно. Столик, самое главное, аккуратненько, столик сюда поставить, аккуратненько. Супер аккуратненько столик. Суперский, вот так вот, суперский. Это, может быть, снять эту штучку или нормально будет, или как-то нет, камерфой, или нет, блядь, посмотрим. Так, это сюда. Как здесь получается? Получается, собственно, как день. Сегодня одна из самых белых ночей. Сегодня одна из самых белых ночей в Санкт-Петербурге. Раз 20, это первое число. В общем, приготовила себе. Сварила макарошки с суевым мясом. Помыла огуречек, помидорку. Сделала салат с помидорки, огуречика и куриного яйца. В общем, подсолнечное масло, маринез, имитированная черная икра. Кетчуп, булочка, бутерброд, имитированный черной икрой. Так что, вот. Как это тут получалось? Ох, шикарно, шикарно получалось. Ох, там такие мужчины. Какой-то по мужчинам пошел. Ох, такая у него фигура. Сделала салатами этого фигура у мужчины. Ох, такая фигура у мужчины. Так что, я уже такая иду. Ах, супер шикарная. Супер эротическая, супер шикарная. А, здесь нужно, чтобы вам видно было. Немножко нужно так вот это сделать. Можно было, конечно, эту картину сюда еще... А, бэкраунд. Бэкраунд еще нужно сделать. Ну да, еще, знаете, бэкраунд вот это сделать. Эту штучку еще вот эту. Технические вопросы. Ладно, хорошо, еще бэкраунд сделала. Сейчас, момент. Будет бэкраунд. Бэкраунд. Это сюда. Ох, этот бэкраунд. Какая красота, правда? Сейчас, еще руки сполохнула. Продолжение следует... 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 Дорогие яхты, украшения, рестораны, магазины, какие-нибудь там дорогие платья, туфли, расширить тем самым зону комфорта и как-то это, знаете, вот это вот. Ну да, Татьяна Соломановна вам и так расскажет. Татьяна Соломановна была пять раз в Париже, в Галилее, Лафаэд, Родео Драйв. Видели фильм «Кроссовка», где это шопилось, Джулия Роберт в этом фильме, на Родео Драйв, по карточке вот этого, миллионера. Вот такие вот дела. Мы с Пари были в свадебном путешествии во втором и были на Родео Драйв. Помню, едем, Пари такой говорит, это Родео Драйв. Я даже не сразу поняла. Я даже не знала, что, знаете, это улица, Родео Драйв как-то называется. Я, честно говоря, из фильма это особо не помню. Но Пари, это мне отдельно отметил, что это такая вот улица, с такими дорогими магазинами, бутиками. Что шопиться там богатым. Чтобы шопиться там, конечно, нужно иметь определенный доход, быть богатым. Очень богатым. Ну, там звезды, понимаете, Аллея, Лос-Анджелес, эти голливудские звезды. Ну, с другой стороны, пойдешь так на это Родео Драйв, эти голливудские звезды, купят красивых одних и тех же нарядов, потом, знаете, выйдут, как бы говорится, в одном и том же. Ну, не в одном и том же, ну, понимаете, да, если такое, да, дорогое, кто может купить, богатые люди, ну, вот. Купишь такое дорогое платье, пройдешь куда-нибудь там на вечеринку, ну, давай, затем сама, ну, так и не будем, а не какому-то вот этому вот. Надо только с позитивом. Не знаю, у нас такой шикарный дом был. Такая спальня, такая ванна, вот эта плитка и вообще такие стол-комнат. Мебель вся такая старинная, вообще антикварная, шикарная. Ну, обратите внимание, у меня сейчас мебель оттуда. Кровать, вот этот стол, то есть, ну, как бы я уже рассказывала, кто смотрит, кто интересуется моим творчеством. Потому что одно дело говорить, что там кто-то, какие-то френды, это, конечно, великолепно, понимаете. Помечтать там какие-то, что-то такое виртуальное, интернет, понимаете, интернет-пространство, оно немножко такое, как говорит Татьяна Черниговская. Когда вы общаетесь по скайпу, вы не можете знать точно, это вы с кем-то общаетесь в другой части света, вот. Или кто-то сидит в соседней комнате и с вами общается, то есть, в этом такое вот, вот в этом интернет. И как же она еще сказала? Очень интересно, она про спецслужбу сказала, спецслужба. Главное, это не будем, это мы отпустим. Поэтому, конечно, можно говорить, что я там посмотрела там по интернету дорогие платья, и, в общем, там по интернету посмотрела, все там какие-то друзья, в общем, ну, как бы я их не знаю, в общем, в общем, что-то там такое. В этом, конечно, вот давайте порассуждаем на эту тему. Другое дело, что я была и на радио-драйв, и там в бутиках была лично, и жила в отеле по Минцуо. И мы ездили наше первое свадебное путешествие с моим бывшим лужом Пэри Максолом Данки на Бали, Four Seasons, вот, вилла Four Seasons, так что это тоже нужно как-то обсудить. Так что здесь факт остается все-таки фактом. То, что он мне подарил на свадьбу второго, он мне подарил на день раньше, чем эта свадьба, помолча, это кольцо было 2 августа 2003 года, он мне подарил кольцо с бриллиантом почти в два карата. И то, что он, по моей просьбе, он купил, выплачивал, ну, знаете, вот это вот, сколько тут лет, сколько тут лет, вот это три, да? В период брака купили и двухкомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга и парковку, вот. А также два дома во Флориде и ферму Вермонте. Одно дело, вам кто-то что-то такое обещает, и время идет, а другое дело, факты. Факты, они неоспоримая вещь. Можно очень долго смотреть, наверное, на виртуальных, ну, не то, что виртуальных, там, ролики с миллиардерами на ютубе. Можно, знаете, смотреть ролики на ютубе, там, один миллионер, другие какие-то богатые люди, миллиардеры, вот, о чем-то там, не знаю, там, мечтать или как, думать, что, ну, может быть, как-то вот эта вот судьба вообще повернется, что удастся познакомиться с каким-то таким миллиардером. Можно сидеть и ждать. Ну, по крайней мере, большая разница. Посмотреть просто в интернете что-то такое, говорить, ну, да, там в интернете я посмотрела, да, там какие-то страницы, в общем, что-то там такое. Вот, все великолепно, виртуальная реальность. Это, знаете, одно дело говорить, ну, да, вот тарамису, хочу, знаете, хочу лобстеры, знаете, вот это тоже, знаете, на мой день рождения, хочу лобстеры, омары, настоящую, черную, красную икру, в общем, клубнику, чернику, торт-тарамису, кофе-латте, ну, можно вот это вот говорить. Ну, и что? Я уже, знаете, я вам как бы говорила, что от этого изменилось. Одно дело, вот так вот говорить, да, я вот хочу лобстеры, я хочу черную икру. А другое дело, с уверенностью говорить, ну, да, я была в Гранд-отеле Европа много раз, и даже в Кэвиабар. Мы спыли, Макс Лунданский были, там, черный, знаете, такой, Кэвиабар, как бы, черную, дайте, там, такая, черная икра, ел, черную икру в Кэвиабар, там, на втором этаже. И много раз была в этом Мезонин-кафе, Гранд-отеле Европа. И много раз, не просто была, и не просто была много раз Мезонин-кафе, я там много раз была, у меня там были встречи с иностранцами, я искала себе мужа, иностранного. Вот, там очень, такой, очень, как эти, как бы, торты, как бы, торты, пирожные, торты, там, часть торта. Я там, в этом каждый раз, в этом Мезонин-кафе кушала, такие, знаете, торты, такие очень вкусные, вкусные торты, не знаю, своя вот это, свои торты они делают, и чайничек эксклюзивного чая, вот. Но, в принципе, обычно, даже там, а, нет, знаете, в принципе, и даже я там заказывала, скорее всего, знаете, там, и, скорее всего, там чаще всего кушала. Потому что, когда я шла на встречу, туда с иностранцами, меня не могло устроить чайничек чая и торт. Мне хотелось, конечно, покушать, и там, даже, наверное, мне даже, там, висквей-бар, если там, чё, ну, вообще-то, можно, можно из любого ресторана, там, заказать и принесут. Дадут меню, из любого ресторана, там, я так, ну, не из любого, в общем, там есть такая услуга. Там спрашиваешь, а вот это у вас есть, они такие, а у нас нет, ну, мы можем, там, вот это, там, в ресторане оплатить, и его принесу, принесу. А чё мне принести, там? У них, там, этот кавиабар, сразу, вышел кавиабар, и только платить деньги. Так что, вот. Нет, мечты, конечно, хорошо, мечты, мечтами, вот. Такая творческая визуализация. Но факт остается фактом. Я вот там в Римине отдыхала, когда познакомилась через газету с мужчиной, с итальянцем. Он наплатил мне поездку в Римине. Я уже рассказывала. Я там вселилась в отель, там тут три звезды на первой линии. Ах, это сразу море, там, вот это вот. Какой был итальянец, красавец. Одно дело, вы мечтаете прикатиться в кабриолете со скрытым верхом, это синяя, синяя BMW со скрытым верхом. Это было дело этот жених, такой высокий, красивый. На костюме вот этот вот Гуччи, Версачи, вообще вот такой вот, просто вот этот, как из Голливуда. Да еще с машиной BMW, кабриолет с открытым верхом. Так что, ты вот. Так что, ты вот. Эти в костюмах светлых тонов. Ну, это было лето, в костюме светлых тонов. Такая, знаете, я приехала туда с чемоданом. Вы видели мой чемодан цвета Violet? Violet. У меня примерно такой же чемодан был, только там более он такой, сейчас это пластик более тонкий, там было более, более серьезный пластик Blue. Color Blue. Такого же размера, как вот этот мой чемодан, White. я путешествовала с этим чемоданом. В частности, работа ремени. Так что, вот. Поэтому, когда Наталья Правдина пишет, вот да, она представляла, что она миллионерша, выписывает чеки, сигары дымится. И она теперь с уверенностью говорит, что да, вначале все сама делала своими руками, все мыла, все, что она могла себе позволить, это чистоту в доме. Вот. А сейчас у нее и дома, и квартиры, и люди у нее, ей помогают, там вот и уборщицы, ну, в смысле, обслуживающий персонал, что она не делает в домах уборку. Вот. Она путешествует по миру, преподает, зарабатывает деньги, она богата. Так что, продано больше 10 миллионов экземпляров книги. Фея, гранд-мастер фэн-шуй, мастер трансформации сознания, как у нее там написано, ну, вы там почитаете. Вот. А другое дело, о чем мы будем с вами смотреть? Дорогие яхты. Или будем смотреть эти лабутены, понимаете, за несколько тысяч толсток, они там стоят эти лабутены. А пара обуви, которая там с бревиантами, самая дорогая, я там смотрела, самая дорогая, самые дорогие тухли в мире. Тухли в мире. И еще раз повторяю, что, как говорится, нужно быть позитивным и сходить из той ситуации, в которой, в которой вот есть. И думать позитивно, мыслить позитивно, действовать позитивно. Ну вот. Они жаловатся. Потому что, они там много, у меня видео, у меня заснято больше 20 тысяч видео. Больше 6 тысяч видео, больше 6 тысяч и 400 видео, загруженные на два моих канала YouTube, Татьяна Салмановна, махтурсай, один на русском, на английском языке. Так что вот, на каждом видео я... Так что вот, жаловатся. Сейчас пойду посмотрю. Загрузила прямое у меня видео на мой канал Ютуба. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Видео ДимаTorzok 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 А, хотя нет, знаете, там, там же можно было на острова, знаете, вот это, там же была эта штука, туда мы на острова ездили, да, это была такая береговая, там эти яхты-яхты стояли, а там на такой штуке, на кораблике, на острова можно было поехать, ну, по типу, знаете, по типу острова Баунти, ну, почти как Баунти, да, это хорошо говорить, знаете, когда есть выбор, там, поехать, там, не поехать, где вы все знаете, вот это вот, зато вот была и знаю, как там, ну, что там такого интересного? Да. Так. Продолжение следует... 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 а я бассейн и вообще думаю а чё приехала в таиланд зачем мне бассейн конечно шикарный бассейн там вот это вот и прям вот эти к этому подходят прям к первому этажу как вы первый этаж прям с балкона может плыть вот думаю а чего этот бассейн чем он от душа отличается здесь я и так прям вот это вот если я приехала там это океан моря на моря покупаться в море солнце из этом сиамский залив или чё там бассейн кого можно удивить бассейна и брязгаться в этом бассейне они там все зонтик около бассейна у них другая такой подход правда какая грязная вода была в этом паттайе это и купалась такая теплая вот как это мутная знаете какая там просто муть но теплая такая войдешь мне очень интересная в так это сделала такой экскурс небольшой я не помню где у с ним кушали с этим тимом вспомнила а вечерами украшу или мы с ним вот это потом сразу на Пхукет что-то увидели надо было конечно с ним подольше надо было конечно на Пхукете отдохнуть что там я к нему а я ему там на Пхукете стала говорить чтобы он руки мыл ему не понравилось я могу знаешь говорю мой руки ну да может что-то ему такое не понравилось так что имейте ввиду такие секреты вам небольшие рассказывают надо было конечно быть похитрее там же такие рестораны шикарные были на Пхукете надо было еще подождать недельку с ним как бы недельку там отдохнуть с ним на этом на Пхукете а так мне пришлось в Паттайю зато в Паттайе у меня была свобода сама тебе хозяйка и отель и все ну три звезды вот это вот три звезды все оплачено внутри звезды а там понимаете пять звезды шикарные рестораны бы с ним были он жил уже в пяти звездах а он такой привык в пяти звездах знаете такой в пяти звездах ох ты масалите пять звезды он что в Бангкоке жил пять звезды а что вот этот вот этот отель был пять звезд такой симпатичный мужчина стройный худенький где-то метр восемьдесят симпатичный а хотя он сломанная я хотела что-нибудь такое сказать надо сделать такой глубокий вдох чтобы не портить видео я просто думаю что вы все равно не знаете с ним не знакомы правильно я просто вам хотела интимные подробности рассказать про него это в теме вот это вот любви и так далее хотела вам поделиться с вами посекретничать интимные подробности но решила перевести тему на другую тему это конечно все узнает когда вот когда в Бангкоке никогда не было так лететь туда далеко ах ну да ну по сравнению понимаете кто из советского союза понимаете какая из советского союза вот это вот я в этой квартире живу тридцать лет двадцать пять тридцать лет живу двадцать пять лет постоянно постановки такой здесь конечно не было было такое все вообще просто просто очень долгие годы что я как-то вот в комнате понимаете в комнате что тут вышел в магазин какой-то дешевый так что вот ну юрфаке я училась юрфак закончила а так что понимаете вот этот магазин в общем вот так вот и в общем как-то это на маршрутку на метро на сеансе коновалова или пешочком спортклуб что здесь можно увидеть понимаете вот это вот пешочком спортклуб на сто шесть восьмом автобусе до пионерской на пионерской в этом как там на метро до спортивные и там другой до горьковской я вам больше тринадцати лет ходила на сеансы Сергея Сергеевич коновалов там пешочком идешь потом обратно обратно пешочком на метро потом сел на сто шесть возьму автобус и сюда пришла может быть зашла в магазинчик купила там макароны и яйца и только хорошо то спасибо что макароны и яйца вот так ну и там все по телевизору а тогда это вот все было такое новое веяние перестройка началась в общем вот это вот это просто очень сильно отличалось и от советского союза и в общем как-то от какой-то такой вот как говорится вот это метро ну знаете выехал куда-нибудь там ну маршрутка там ну до этой вот это до пионерской или сейчас до комендантского проспекта доехал на маршрутке там на метро сел ну куда-нибудь там в центр как-то вот так все это отличается от каких каких-то таких впечатлений понимаете так что вот это очень сильно отличается от пустыни Сахара я вам точно говорю такая шутка понимаете вот это вот пустыни Сахара вот а Кипр а на Кипре какие мужчины ох как в Италии вышел там итальянцы такие они все там рубашки поправляют такие вот такие итальянцы и на Кипре тоже такие симпатичные мужчины на Кипре боже мой такие такие темненькие окна Кипре два раза было на Кипре эти киприоты днем загораешь на пляже такая все загоревшие потом приходишь в отель вот это вот душ принимаешь идешь на это на ужин да на ужин там включено в отеле было это включено завтрак ужин да и вечером напоминаю на дискотеку кстати кстати им нужно по-другому назвать дискотеку кто называет дискотеку титаник ночной клуб да еще рядом с морем у них же рядом этот море океан я вообще не поняла кто называет ночной клуб титаник который затонул рядом с морем это надо быть вообще вот это вот ну ладно это их проблема и в этот клуб пешочком в этот клуб титаник потанцевала в общем вот это там и вечером уже так поздно поздно уже поздно в отель с утра опять загорать кстати там надо было смотреть там же этот кипр вот этот афродита откуда там из пены морской вышла я не ездила я не ездила так же как и в этом в лас-вегасе тоже на эти штуки не посмотрела на каньонах а тяжелее понимаете 100 долларов а где я возьму 100 долларов на эту афродиту который из пены вышла я тоже подумала что-то у меня баджет тут что-нибудь купить какие-то такое симпатичнее какие-нибудь вещи какая какая там вот эта вот экскурсия вот там кстати в лас-вегасе знаете там же такие шоу и на шоу я не была думала что я тратиться буду хотя у меня был шанс и когда проходила такая вся феерическая как это как это как мисс вселенная мимо этого однажды шоу там мужчина был с этим билетом он меня приглашал он говорит у меня вот лишний билетик вы хотели бы со мной ну чё то как-то я наверно мне не понравился вот на шоу приглашал ну что прочее было такое дело это внутри отеля было внутри отеля какого-то так что в принципе ну знаете как то это было если бы это было раньше лет на сколько вот это я может быть пошла так я думаю да мне это шоу чуть-чуть там до шоу так что вот ну ладно ладно а я так я так думаю это наверно было после этого мужика это вот с двумя познакомилась сейчас спустится вот это потом этот подвалил в этой рубашке белой вот сказал там ресторан ресторан сам сказал что нужно что-то взять эту историю уже рассказывала это наверно было после этого поэтому когда я там увидела потому что нет очень не над этим билетиком в общем короче короче вот так вот вот ну ладно в общем мало как говорится быть отель она отель за венишин понимаете если бы никогда не были в отеле за венишин понимаете тоже вот это вот это такая маленькая венеция вообще шикарные там отели вот это наслаждение это вам не вот этот вот не спальный район коменданского проспекта санкт-петербург раши вот ну что татьяна сломала давайте что на чем-нибудь вот этому феерическому такое чего-нибудь такое феерическое то что уже те уже вот это а уже сколько там времени в принципе времени еще еще не так много еще начало двенадцатого у нас начало двенадцатого ах это красотка а нужно было ближе сюда сесть тогда бы это у меня такая дверь немножко она трансформер такая дверь немножко трансформер поближе если поближе сяду будет лучше лучше это видео тогда еще может быть как как-то вот это а так она стала вот это вот но уже я буду выключать там эти видео у меня уже загрузил еще в таком чем и таком феерическому ну что с вами я татьяна сломана мактум сайфудвин вы смотрите мою авторскую программу творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли вот такие вот дела шикарная погода в санкт-петербурге белые ночи я просто посмотрела сейчас час у меня видео я надеюсь мой волшебный компьютер он записывает это видео час сейчас час и немножко больше чем час хотя он уже нужно как-то выключать уже нужно выключать ну что еще что-то хашка ну и в принципе что я еще хотела сказать про миллиардера михаил фридман я ему вот это видео видео пошлю с моей страницы фейсбука татьяна татьяна сломана мактум сайфуде на русском на английском языке а на его страницу фейсбука вот а также как там инстаграме как мне написано миша фридман так что вот а также это видео я пошлю ну то что диме конечно василия ночью а еще министру министру обороны салютской арабии так что вот а Ну что, я наслаждаюсь, честно говоря, в общем, что, у меня так открыто, ветерка, правда, особого такого ветерка, но такой летний, знаете, такой летний вообще, летний-летний вечер, что внутри, что снаружи, хотелось бы даже, чтобы немножко было даже более прохладно, ну ничего, сейчас такой прохладный душ приму, приму прохладный душ в моей ванной комнате, знаете, такое спа, детокс, а, я еще хотела обсуждать какие-то спа, о молодости, о красоте, ну еще с вами поговорим, а что не поговорить, поговорим в рамках моей творческой студии позитивного мышления, мы обсуждаем разные темы, ну вот. А, вот что еще хотела сказать, после свадьбы 3 августа 2003 года, я решила, что жить нужно, особенно когда я начала заниматься позитивным мышлением, что жить нужно красиво, и чтобы каждый день жить так феерически, как будто бы это свадьба, ну в том смысле, что красиво быть одетой, какие-то такие, ну там, если не лимузин, то шикарная машина, при деньгах такая, в хорошие рестораны ходить, быть лакшери, понимаете, VIP, вот. Не думать там, что это белое платье, свадьба, раз как-то, вот это вот, а быть вообще, мужчина, не надо кошку пугать, видите, как она побежала, кошка, будьте там аккуратнее, видите, там еще котенок, я вчера видела, бегал, вот это, мужчина там припарковался, на белой машине. Так что вот, что нужно быть VIP, быть VIP и жить вообще каждый день, в общем, это красиво, жить красиво, быть VIP, ну вот. Ну сказать, что, чтобы, знаете, жить вот так, как будто вот эта вот свадьба, знаете, лимузин, шикарный ресторан, шикарное платье, понимаете, это прическа, макияж, быть вообще такой вот, считается такой звездой. Я думаю, что, в принципе, так звезды живут. Поэтому Татьяна Салмановна и хочет быть великой актрисой и певицей в Голливудах за большие гонорары, больше 10 миллионов долларов. Вот такие вот дела. Вот, обратите внимание, видите на углицу. Здесь я уже покушала. Покушать я покушала. Шикарно, в общем, здесь шикарно. Вот такое у меня, такое, знаете, такое, просто шикардос, люблю такую, люблю такую красоту, такое VIP. Всё, такое просто VIP. Вот. Всё, видео у меня там загружается. Видео загружается. Сейчас свет здесь подключу. Свет здесь включу, и у меня выключено. Да, видео уже загрузилось.